Два года на страже порядка внутри страны. В 2016 году президент подписал указ о создании войск Национальной гвардии Российской Федерации. Согласно приказу в новое силовое подразделение вошли отряды особого назначения СОБР и ОМОН, лицензионно-разрешительный отдел контролирующий оборот оружия, а также вневедомственная охрана. Каждый день вы заступаете на боевую службу по охране общественного порядка, противостоите террористическим угрозам, обеспечиваете защиту важных государственных объектов и личного имущества миллионов наших граждан. В любое время и в любой точке нашей страны личный состав войск выступает надежным щитом от внутренних угроз, оставаясь до конца верной присяге, к сожалению, нередко порой ценой собственной жизни. Последние два года ведомство, по сути, созданное с нуля, наращивало базу. Не только в техническом плане. Первоочередная задача – сформировать профессиональный кадровый резерв. Очень сложно было при той многогранности поставленных задач правительством и президентом формировать вот именно специальные подразделения, которые выполняют специфические задачи. Эта задача была выполнена, ну и те задачи, которые ставились по охране общественного порядка, по борьбе с терроризмом, экстремизмом, они тоже выполнялись параллельно с тем, что формировалось наше управление. На сегодняшний день можно сказать, что эта задача выполнена. Росгвардейцы должны всегда оставаться в форме. Спорт занимает важную часть жизни бойцов. Кроме изнурительных тренировок и поединков – сложной отработки выполнения боевых задач. Еще один немаловажный момент – подготовка огневая. Тренировка не только меткости, но и трезвости рассудка. Оружие – это ответственность. Каждый выстрел должен быть осмыслен. Спецподразделения никогда не открывают огонь первыми. Но если злоумышленники уже стреляют, времени на раздумья нет. Любое обращение с оружием, любое время потраченное на отработку различных элементов обращения с оружием, оно так или иначе дает плюс сотруднику в том, чтобы он привыкал к оружию, привыкал к быстрому извлечению, приготовлению, меткости в стрельбе, был более уверен в стрельбе. Любой спорт дает сотруднику какой-либо плюс в отработке определенных практических науках, которые в том числе могут пригодиться ему и в служебной деятельности. Стрельбы у росгвардейцев раз в неделю. Сотрудники спецподразделений тренируются еще чаще. Чтобы поддерживать форму, участвуют в соревнованиях различных уровней. Стреляют из всего закрепленного оружия. Это пистолеты различной модификации, это автоматы различной модификации, пистолет, пулеметы, пулеметы, снайперы стреляют со снайперского оружия. Для всех категорий сотрудников определены упражнения по их должностям. Сделать из разных подразделений единую команду непросто, но очень важно для плодотворной работы, особенно в таком опасном деле. Годовщина образования войск Нацгвардии – праздник общий для всех бойцов. И еще один повод сплотить личный состав. Ведь это только начало истории Росгвардии. Впереди еще много служебных задач, решать которые предстоит совместно. Самое сложное, наверное, для нас было это формировать группировки войск и управления этими группировками при большом скоплении количественных граждан при охране общественного порядка. Мы участвовали в различных мероприятиях, которые в Москве, в Московской области проводились. География наша расширяется. Раньше мы служили на территории Ивановской области, выполняли задачи на Северном Кавказе. Сейчас мы уже можем выполнять задачи в любом областном центре и вообще в любой области Центрального федерального округа. Ну а предстоящий чемпионат мира нам говорит о том, что и мы будем выполнять задачи в масштабах России, в том числе наши сотрудники нашего управления.